Федоровский собор Санкт-Петербурга принял шахматный турнир в памяти седьмого чемпиона мира Василия Смыслова. По благословению правящего архиерея, это традиционное состязание организует миссионерский отдел и отдел по взаимодействию со спортивными организациями епархии. О ходе игры расскажут коллеги из северной столицы. Духовно-просветительский центр Федоровского собора снова стал турнирной площадкой. В этот раз для 25 шахматистов. Изначально на черно-белой доске состязалось духовенство. Со временем дух соревнований привлек и мирян всех возрастов. Для меня шахмат – это самый христианский вид спорта, потому что здесь нет агрессии. Потому что в любом виде спорта, если силовой это вид спорта, всегда есть такой термин, как спортивная злость. А вот в шахматах спортивной злости нет, потому что ты получаешь удовольствие от игры. Ты на самом деле играешь и даже не важно, выиграл ты или проиграл, но просто очень здорово, что сам процесс доставляет радость. Встреча православных шахматистов традиционно посвящена памяти Василия Смыслова. Блестящий шахматист умел сочетать свои таланты с глубокой и деятельной верой во Христа. Если мы посмотрим на человека, которому посвящен этот турнир, Василий Васильевич Смыслов, это был не только верующий человек, но и достаточно скромный и смиренный православный христианин. Вот особенность его души была в том, что он не расстраивался по поводу проигрыша и не кичился в своих выигрышах. Хотя он был седьмым чемпионом мира по шахматам на нашей планете. И при этом в годы советской безбожной власти оставался государственным христианином. И вот его пример нас тоже учит вот такому дружному времяпровождению. Соревнование состоялось по швейцарской системе в семь туров по дисциплине «Быстрые шахматы» с контролем времени 8 минут на партию каждому участнику с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход. Шахматы действительно полезны не только как интеллектуальная, развивающая и такая интересная игра, которая помогает и неформально отдыхать так здоровым образом и в то же время соревноваться. Но и полезно с духовной точки зрения, развивает добродетели, трезвение, смирение. То есть мы учимся переживать неудачи, работать над ошибками, работать над собой, как-то бороться с эмоциями какими-то. То есть считаем, что это душеполезное дело, поэтому вот тоже слава Богу, что получается такие мероприятия организовать. Борьба оставалась острой до последнего тура. И все же лучшие были определены в двух группах. Отдельные итоги подвели среди детей, священников и ветеранов-шахматистов.